О собственном доме мечтает каждый. Мы тоже не стали исключением и наш дом решили построить своими руками. И там вставка... В прошлом году мы показывали обзор нашего дома. Вот так выглядит дом на начало 2018 года. И в этом видео решили показать, что же изменилось за этот год. Для тех, кто с нами еще не знаком, мы с супругой рискнули построить первый в нашем городе каркасный дом. Нам интересно наполнять наш дом оригинальными экспериментальными решениями. И этим опытом мы делимся с вами. Сейчас мы находимся возле переднего фасада нашего дома. За один год здесь практически ничего не изменилось. Единственное, что мы изготовили, это переднее крыльцо. Оно состоит из деревянного поддона. И навеса над ним. Многие комментарии под видео о нашем обожженном фасаде писали, что наш фасад не проживет и года. Что доска растрескается, начнет гнить, ее поведет и в конце концов ее соживет караер. Напомню, что мы изготовили деревянный фасад из обычной сосновой доски, которую мы обожгли и смонтировали на дом по системе вентиляционного фасада. Как видите, мои ожидания оправдались. И наш деревянный фасад без какой-либо обработки стоит уже третий год. В прошлом году мы лазили на кровлю и в этом году не сделаем исключения. Многие комментаторы писали о нашей ненадежной деревянной лестнице. Да, я сделаю ее временной и планирую заменить на какую-нибудь станционарную стальную. Как вы видите, мы не чистим снег на нашей кровле. И многие думают, что она у нас плоская, а по сути она у нас обычно двускатная. Просто мы закрыли ее защитными фронтонами для того, чтобы симитировать кубический такой дизайн. Более подробно о кровле я когда-нибудь еще сделаю в видео. Ну а так, единственное, что здесь изменилось за год, добавилась спутниковая антенна. Я не помню, она там была или нет в прошлом году. Была в прошлом году антенна или нет? Не знаю. Знаешь? Посмотрим. Как вы видите, исполнилась еще одна наша прошлогодняя мечта. Мы доделали террасу. Здесь будет терраса, на которой мы будем гудеть. Это наша входная зона. Она состоит из коридора, а также встроенных шкафов, которые здесь когда-нибудь появятся. В принципе, с прошлого года здесь почти ничего не изменилось. Единственное, мы поменяли бойлер. Здесь по-прежнему находится санузел. Единственное, что здесь появилось, это дверь. В санузле, в принципе, за год тоже ничего не изменилось. Но, может быть, добавилась раковина. Это санузел первого этажа. У нас есть душ. Умывальник будет, зеркало. А также мы закончили обустройство подвала. Мы изготовили входной люк. Здесь мы изготовили стеллажи. Освещение. Такого странного цвета. Ну и старая лестница нас не устраивала, поэтому мы ее заменили на новую. Она не совсем прям таки удобная, как я ожидал. Ну, в принципе, сносно. Подняться по ней без рук, в принципе, возможно. Пройдя вперед, мы попадаем в зал. В зале, у нас в центре зала есть камин. Это наша точка фокуса. Это наше основное открытое большое пространство, где, в принципе, мы и обитаем. Внутренние строительные работы по дому продолжаются. Поэтому у нас по-прежнему висит вот эта шторка, которой мы делим зал на рабочую зону. Здесь мы собираем и изготавливаем мебель. У нас здесь есть еще одно маленькое помещение. Мне захотелось сделать себе кабинет, поэтому я выделил 6 квадратных метров на это. С прошлого года здесь ничего так и не изменилось. Я планирую сделать здесь диван. На этом месте стол. Ну и компьютер, наверное. На данный момент эта комната по-прежнему используется как мастерская, поэтому в ней хранится весь инструмент. Пройдемте дальше. Так как у нас электрическое топление, нам нужен был резервный источник для обогрева. И мы решили под эти функции предусмотреть камин. Он у нас не совсем обычный, работает по принципу грубый. Димосборник и сам димоход выполнен из кирпича. Каминно-топка, выполненный из нержавеющей стали. Лестница у нас тоже еще не доделана. Заменятся ступени, доделаются перила. Пока что так. И вот мое рабочее пространство, где я монтирую видео, по-прежнему находится под лестницей в не очень удобном месте. Здесь всего этого не будет. Это у нас временная мебель. Вот под лестницей сделали мини-кабинет. Чтобы еще больше добавить открытости и пространству, мы сделали открытой кухню. Здесь в принципе тоже ничего не поменялось. Единственное, добавили стулья. Ах да, мы еще добавили жалюзи. Ну что, теперь давайте пройдемте наверх. На втором этаже изменений произошло значительно побольше, потому что мы решили заняться им в первую очередь. Сейчас мы находимся в проходной комнате, которую моя жена называет своим кабинетом. Присяду на свой большой мягкий диван, который здесь будет. Начал вырисовываться диван. Получается такое уютное местечко. Также появилось освещение, еще не совсем доделанное. А также мы изготовили перила. Это самая маленькая спальня. Она принадлежит нашему сыну Гарри. Ему три года. Но пока временно здесь игровая комната. Комната небольшая, но все здесь поместится. В комнате сына мы почти все закончили. Сделали мебель. Сделали мебель. Это наш такой проходной коридор-балкон. Здесь мы тоже изготовили и установили перила. Во втором санузле изменений не произошло. Мы по-прежнему используем его как склад. Это самая большая спальня. Здесь будет хозяйка, наша дочка Ева. В комнате дочери мы тоже практически все закончили. Сделали гардероб. Стол. Это спальня наша с мужем. Она не очень больших размеров. Но она большая, нам не нужна. Здесь есть все, что надо. Ну и к новому году мы практически закончили свою спальню. Сделали кровать. Шкафы. Отделку стены. Повесили дверь в гардероб. Пока. Эй, стой! Как будто бы и вовсе дом не собираешься со строй. Давай подписывайся. Не зря же я три дня монтировал это видео. Канал MyGalaxy. Жизнь своими руками. До следующего видео. Эй, меня забыли! Давай подписывайся.